Первенство по масс-рестлингу прошло в гимназии номер 56. Этот вид спорта набирает свою популярность среди молодежи. С участниками удалось пообщаться нашему корреспонденту. Сегодня участников более 50. У нас только в весовой категории до 70 килограмм 22 участника, что является, если не побоюсь этого слова, рекордом России, чтобы в такой весовой категории столько было участников. Накал страсти очень большой и очень радостно, что масс-рестлинг с каждым годом, с каждым днем обретает большую популярность. Победителем в перетягивании считается тот, на чьей стороне оказался соперник или палка. Софья Конюхова попробовала себя в этом спорте в 2022 году. С виду показалось, что это просто. И после первых соревнований Софья начала более серьезную подготовку. Этот вид спорта я открыла для себя, наверное, год назад и активно начала в нем участвовать как раз-таки с прошлой осенью. Мне кажется, это отличная возможность для того, чтобы показать себя в каком-то другом направлении. С одной стороны, ты девочка, но борешь очень сильных спортсменов. Олег Олег Беров – выдающийся спортсмен. Принял участие в соревнованиях по новому для себя направлению. Его пригласили от школы. Сам Олег занимается армрестлингом. Но даже для подготовленного спортсмена состязания были нелегкими. Я занимаюсь армрестлингом. В связи с этим я могу какие-то моменты показать, то есть какую-то статику, передержать противника, еще что-то сделать, захват. Перетянуть его. Ну, конечно, тяжело. Все в новинку, оно тяжело. Соревнования проводят ежегодно, после чего отбирают новых кандидатов на состязания более сложного уровня. А именно первенство Московской области и первенство России. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.